Девушки отдыхают Аминь Немножко жарко Мне даже один человек сегодня написал Не выйду на работу, пока жара не кончится Передаем привет всем, у кого холодно Поразмышляем немножко над словом И потом еще будем иметь время Я надеюсь, если сильно не устанем Чтобы выискать Бога Именно после того, как еще поразмышляем Первый вопрос, который я хотел вообще задать С чего начать? Вы не для того, чтобы отвечали Для того, чтобы задумались Вот ты сегодня конкретно от Бога что хочешь Вот просто мы ищем Бога, да? Мы вызываем к Нему одно, второе, третье Иисус сказал, что вы когда приходите Вы не будьте как язычники многословные И часто действительно бывает так, что на самом деле Хотим вроде все, но конкретики у нас нет Поэтому я не знаю, кто на каком месте находится Могу представить за кого-то, да? Но нам чаще нужно задумываться Вообще, что мы от Бога-то хотим Мы ходим на собрания Мы христиане, мы верующие Но мы хотим ли что-то от Бога или нет? Потому что иногда бывает такое Что Бог, спасибо, Бог, спасибо, спасибо Он говорит, ну, я тебе еще ничего не дал А ты мне уже спасибо говоришь Мне нравится здесь мудрый Соломон Который мудрости попросил, да? И все, что с этим пришло И Библия нам тоже говорит Просите мудрости, да? И действительно, вот этой мудрости нужно просить побольше Даже нам нужна эта мудрость Для того, чтобы иметь мудрость Попросить правильные вещи от Бога Правильные вещи Потому что на самом деле Настоящая молитва Еще раз хочу повторить Как для меня Это как попадание в цель Вы знаете, грех Есть перевод греха И значение этого слова Это как выстрел мимо Да? Или вот мимо И суть, и смысл греха И вообще всей греховной жизни Это в том, что Не в том, что Плохо пить, курить, матом ругаться Плохо мимо жить Просто мимо Ты живешь, но мимо цели Мимо смысла Мимо сути Ты вроде и здесь Но на самом деле Ты еще не знаешь даже Кто ты на самом деле Поэтому Я вам хочу посоветовать Сегодня спросить у Бога А кто я? А кто я на самом деле Перед Ним? И кто Он на самом деле Для меня? Кто мы вообще? Что такое наша жизнь вообще? Поэтому вот так для начала Так хотел начать Чтобы вот мы немножко Задумались А вообще будем говорить Хочу говорить Такие достаточно Наверное Серьезные вещи Я так назову мясо Потому что даже Вот мне понравилось Высказание одного человека Он сказал то, что Знаете Даже ты Если маленькому ребенку Даешь мясо Он его может быть Не проглотит Зубов нету Но он все вот Разжует И высосет из него Все соки И найдет Что из него взять Поэтому У меня нет никаких сомнений В том, что на самом деле Мясо нужно есть И в христианской жизни Мясо очень важно Павел говорит То, что вы должны уже По времени быть учителями Но у вас нужно все Молоком 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 Помните И вам нужно все еще Там учение о кресте О возложении Рук там И так далее Да Простые вещи Естественно Нам все это нужно И кому-то это нужно Но Нужно мясо Поэтому сегодня Попробуем немножко мяса Еще немножко Вот хочу Машина моя Меня все не оставляет Помните В прошлый раз Которая была Которую выкрали Когда я ее купил Это До этого я ездил на Коробка со сцеплением Знаете, да Что такое Когда ты левой ногой Все время выжимаешь сцепление В целом Я его уже забыл Выжимаешь сцепление И вот я купил Свою первую иномарку И там сцепление Выжимать не нужно И знаете, что со мной Произошло Через два месяца Причем Не сразу Через два месяца Я просто однажды Я не знаю Это произошло так резко Что я похоже Проснулся Я не могу встать на ногу Я не мог ходить Я где-то три дня Я вот передвигался Вот прям вот Ну реально так Потом потихоньку Начало расхаживаться Я думаю Что это такое Вообще откуда Я футбол вроде играл Ну потом до меня дошло Что это такое Вы уже поняли Что нога перестала Делать свою функцию Перестала Потеряла нагрузку И пришла проблема На самом деле Вы уже задумываетесь О чем я хочу вам сказать Да Костя он быстро Понимает мою мысль Да Поэтому вот первый Сегодняшний посыл Для вас Вот для всех Кто Служил Богу Да Служил Богу Под нагрузкой Выполнял Определенные функции Проповедовал Слово Переживал о людях Заботился Ввел людей Да Завоевывал сердца И вдруг Мы Перестаем Делать эту работу И могут начаться Проблемы На самом деле Потому что Вот там Жидкость определенная Появилась Там и так далее Потому что Ну на самом деле Наша Функция Мы счастливы Если мы В своей функции Если мы В своем призвании Если мы поняли Свое призвание На данный момент Потому что Призвание Божье Оно тоже Я считаю Ну не знаю Я помню Как у меня было Я сначала Там Был хорошим строителем И хорошим подсобником И потом научился Играть на гитаре И Меня взяли Там В одно место Только потому что У меня было Два этих качества Я Умел строить И умел играть на гитаре И Я не умел Проповедовать еще И не умел Спасать людей Но Постепенно И это остальное Тоже Начало функционировать В моей жизни Поэтому Это сегодняшний Мой посыл Что на самом деле Мы должны об этом Задуматься Серьезно Серьезно Что если мы Не включены Если мы Не под нагрузкой Если мы Не знаем свою функцию У нас начнутся проблемы Потому что Мы уже однажды Нагружались Потому что Мы уже однажды Знаем Что это такое Еще один Посыл Для начала Я даже Еще вам Тему не начал Говорить Еще одно Такое Небольшое Откровение Знаете Такую фамилию Такого человека Федор Конюхов Помним Да Пролетел Да Вокруг Земного Шара Ну да Но мы Не о нем Вот Недавно Тоже Мы сидели И Мы что-то Говорили О Конюхове И я Действительно Посмотрим Мы начали Спорить За сколько Он пролетел Землю Мой брат Говорит За 4 дня Я говорю Ты что Месяц Летел Но в итоге Мы посмотрели 14 13 дней Он летел Где-то И я просто Меня навел На мысли На такие Представьте Я так Сначала подумал Наверное С каким-то мотором Летел Воздушный шар Я его поднял Наверное Какой-то вентилятор Может быть Ничего подобного Он летел На одном ветре Летел На одном ветре Скорость достигала В некоторых Участках 300 км в час Представляете 200-300 км в час То есть Он вылетел С одной точки Облетел И в это же Практически В это же место Вернулся И это Немножко Сломало Мой мозг Я привык Думать Вот мы здесь На земле Живем Мы привыкли Думать Что ветер Он там И уловить надо Что он Вот тут В эту сторону Дует Там В эту Да У нас корабли Там хитро Придуманы Там Они грубо говоря Знаете Да Как корабль Он против ветра Тоже может Передвигаться Вот так Вот зигзагами Там под углом Ставишь И так далее И у меня были Тоже такие Представления Наверное Это сложно Вот эту Такую траекторию Иметь Чтобы вот Взять И направленно Так лететь Кто духовный Кто уже Полетел С нами Есть Кто уже понял Это откровение Нет Ветер на земле Он Не может Двигаться Так как там Наверху Ветер Здесь холмы Здесь Что-то закручивается И так далее Здесь ветер Он Немножко Зависит От условий Это потому что Земля Но там Вы поняли Да Там есть Направление Там знаете Какой ветер Дует Понимаете Вот просто Дует Поняли К чему Говорим Нет Что нам Нужно сделать Подняться Нам нужно Подняться В духе Это на самом деле Работает Понимаете Мы иногда Иисус сказал То что Дух Дышит Где хочет Ты слышишь Его шум Но не знаешь Откуда приходит И куда уходит Так бывает Со всяким Рожденным От духа И действительно Оно вот так Бывает Дух дует Ты горишь Дух не дует Ты потух Но Бог он Постоян И если мы Найдем в себе Такую способность Получим такое Откровение Научимся Подниматься Мы не будем Так сильно Зависит от того Что здесь На земле Потому что На самом деле Бог Он Очень четко Знает Что он хочет Он очень четко Знает Куда он думает У него Есть направление Понимаете Он не такой Как здесь Ветры учений Туда Сюда 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 Он может Направлять Нашу жизнь И я вот Просто Как свидетельство То что сейчас Происходит Вот здесь Среди нас Те ребята Которые Как бы Ближе Сюда Кто мы Организуем Как бы Мы общаемся Я вот Просто Мне не хватает Слов Чтобы передать Это У меня есть Женя Светик Привет Ему могу Передать Сейчас Он потом Обрабатывает Будет видео У нас Уже тоже Ребята Смотрят И мы Понимаем Для чего Мы это Делаем Что это Не только Для тех Людей Которые Здесь Но и Для тех Которые Там Ну в разных Городах Костроме Кому хотите Чтобы привет Могу передать Всем Потом Передадим привет И все Запишем Что-нибудь Но смысл В том Что Если ты Участвуешь Если ты Близко К этому месту Если ты Поднялся В духе То Ветер Дует Реально И я Просто Вспомнил Этот Тоже Случай С Моисеем Когда он Поднялся На эту Гору И он Видел Этот Куз Который Горет И не Сгорал И это Было Что-то Особенное Понимаете Что-то Особенное Мы так Привыкли В своих Христианских Жизнях Так Знаете Жить Без Бога Практически Верим Так Верим Молодцы Теоретически Все знаем Стараемся Молимся В церкви Входим Нормально Все Но Чувствуем Лим Вот Это Действительно Вот Это Дуновение Духа Я знаю Что Это Проблема Я знаю Что Это Большая Проблема У Христиан Что Мы Не Можем На самом Деле Осознать Как Вот Это Все Работает На самом Деле Вы Понимаете Когда Иисус Служил Людям Он Был Просто Вот В таком Духе В таком Огне И Понимаете Служение Иисуса Нам Показывает Не то Чтобы Вот Знаете Бог Сошел И Пользовался Чем Чем Не Мог Пользоваться Человек Весь Смысл Был В том Что Иисус Пользовался На этой Земле Только Тем Чем Мог Пользоваться Человек Понимаете Его Учение Заключается В том Что Он Хочет Чтобы Каждый Из Нас Мог Прийти На Его Уровень Мог Нам Дан Ум Христов Аминь Аминь И Это Очень Важно На Самом Деле Просто Вот Насколько Мы Сами Этого Хотим И Желаем Поэтому Я Задал Вам Сегодня Этот Вопрос Вначале Чего Хочешь Ты Сегодня Потому Что Это Очень Важно Чего Хочешь Ты Сегодня Потому Что Бог Готов Ответить На Твою Молитву На Твою Молитву Твоего Сердца Искреннего Сердца Ему Не Нужно Придумывать Что Бо Ты Хотел То Или Это Поэтому Мы Часто Не Получаем Ничего Потому Что Сердце Наше Говорит Одно А Слова Наши Говорят Другое Давайте Откроем Галатам Четвертая Глава Мы Сегодня По Мясу Да Не Пугай Шашлычок Четвертая Глава Первый Стих Я хочу Дать Этот Стих Как Знаете Такой Некий Посыл Этот Стих Держит Меня На Протяжении Я Не Знаю Года Или Может Больше Я Его Часто Цитирую Когда Говорю У меня Все С ним Сейчас Завязано На самом деле Что Вот Я Вижу Эту Суть Эту Проблему И Мне Хочется Двигаться В этом Направлении И Может Быть В дальнейшем Я бы хотел Чтобы Вы его Тоже Запомнили И Полюбили Еще Скажу Говорит Павел Наследник Доколе В детстве Ничем Не отличается От Раба Хотя И Господин Всего И Не хочу Дальше Считать Потому Что Павел Сказал Еще Скажу Еще Скажу И Он Решил Сказать Что Очень Важное Такое Он Вспомнил Еще Скажу Что Наследник Доколе В детстве Ничем Не Отличается От Раба Хотя И Господин Всего Он Говорит Это Что Нет Вы Представляете Что Возможно Такая Реальность В нашей Жизни Что Мы Можем То Что Мы Наследники Мы Знаем Что Мы Наследники Аминь Мы Знаем Что Иисус Христос Он Умер За Нас Что Бог Смотрит На Нас Как На Его Детей Как На Наследников На самом деле Кто Такие Наследники Наследники Они Имеют Определенные Полномочия Наследники Они Имеют Наследство Наследие Они Имеют Власть На самом деле Поэтому Когда Апостол Иоанн Своё Послание Писал Евангелие Он Говорит Дал Власть Быть Детьми Божьими Не Просто Сказал А эти Стали Детьми Божьими Нет Дал Власть Быть Детьми Божьими Можно Такую Параллельную Просто Как бы Твоя Жизнь Была Если Ты Был Сыном Ну Даже Не Путина А Хотя Б Пискова Нормально Было Да Как Бо Так Вот Че Бояться Тогда Вообще Правильно Когда Вот Такая Крыша Просто А вы Представляете Какая У нас Крыша И Насколько Мы Должны Себя Чувствовать В своем Сознании Кто Мы На самом Деле Но Есть Одно Но Что Наследник Ничем Не Отличается От Раба Когда Пока Он В детстве Вот Единственная Причина Что Наследник Не Может Вступить В свое Наследство Он Просто Маленький Ему Невозможно Ничего Доверить Он Просто Неправильно Все Воспринимает Он Неадекватный Кто Такие Дети Дай Мне Купи Мне Бог Ничего Он Не напоминает Мне Очень сильно Напоминает Нас Меня Мои Отношения С Богом Это Напоминает Что Для меня Бог Это Как будто Добрый Папа Который Должен Мне Все Время Что То Давать Что То Покупать Свободный Доступ Написано А мы Ничем Не Отличаемся От Рабов Мы Продолжаем Вот Как Как Воспринимали Свою Реальность Так И Воспринимаем И Привыкли Помните Да Как Эту Притчу Все Любят Приводить Когда Там То Ли Аист То Ли Тот Еще Был Прикован Цепью И Жил Там И Потом Цепь Перетерлась А он Так И Никуда Не Улетал Поэтому Я Хочу Вам Мое Послание Я Думаю Я Думаю Что Это Не Просто Так Есть Так Возможность Сегодня Говорить Вам Говорить Тем Людям Которые Нас Услышат По Интернету Потому Что Мое Послание Оно На самом Деле Такое То Что На самом Деле Мы Просто Не Можем Войти В Своё Призвание Вот Как То Не Получается Как То Мы Или Слишком Заняты Или Что То Недопонимаем Где То Недорабатываем Где То Понимаете И Тут Не Дело В Том Чтобы Говорить Сейчас Вам Давай 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 Вперед Давай Давай Что Давай Куда Вперед Понимаете Не Все Только Вот Знаете В наших Силах Мне Очень Нравится Вот Этот Пример Когда Петр В лодке Помните Он Был Иисус Шел В темноте И Он Говорит Господи И Он Так Сказал Господи Я Пошел Нет Не Так Что Он Сказал Я Пошел Господь Все И Бул Прям Воду Господи Сказал Если Это Ты Повели Мне Выйти Из Лодки И Иди И После Этого Петр Пошел Это Тоже Определенные Принципы Поэтому Еще раз Говорю Что Я Сегодня Спросил Что Ты Хочешь От Бога Что Ты Хочешь От Бога Сегодня Может Тебе Как Раз Нужно Чтобы Бог Сказал Своё Слово Куда Тебе Двинуться В чем Заключается Твоя Реальность Сегодня В чем Заключается Твоя Лодка Твои Обстоятельства В чем Заключается Для тебя Этот Опыт Что Ты Можешь Выйти И пойти По воде Пойди Просто Вот По Слову Божьему Пойди По духу Я Просто Желаю Чтобы Вы Пережили Этот Опыт Чтобы Вы Стремились Пережить Этот Опыт И Я Уверен Что Бог Дает Каждому Этот Опыт Пережить Он Не Просто Своих Вы Его Если Вы Это Все Слышите Вы Его Жаждете Вы Его Нам Просто Необходимо Начать Двигаться Тоже В нем И понять Как Это Двигаться В нем Для Того Чтобы Почувствовать Потому Что Вот То Что Сейчас Не знаю Я Переживаю Я Такого Не Переживал Я Просто Хочу Засвидетельствовать Про себя Я Понял Что Я Привык Быть Таким Теоретическим Христианином Вот Хорошо Все Знаю В теории Все Здорово Откровения Получаю Здорово Даже Радость Имею Все Нормально Но Вот Когда Начал Бог Действовать Со Своей Силой И Дуть Своим Духом Я Понял Что Мне Страшно Я Просто Понял Что Мне Страшно Потому Что Это Дует И Дует Я Привык Что Он Подует Чуть И Все Пройдет А Он Такой Огонь Святого Духа И Страшно Потому Что На самом деле Можно Сгореть Реально Можно Сгореть Чуть Сносит Немножко Знаете Да Поэтому Простите Если Что Где То Как То С кем То Я Знаю Даже Ребята От Поэтому Просто Хочу Чтоб Вот Вы Прикоснулись Тоже К Этим И Я Уверен Что Вы Прикоснулись И Что У Нас Действительно Тут Хорошая Атмосфера И Мы Это Чувствуем Но Давайте Мы Будем Серьезны К Этому И Поймем Вообще В чем Заключается Суть И Смысл Христианской Жизни Сейчас Немножко От Эмоций Уйдем И Немножко В слове Пребудем Сегодняшняя Тема Называется На самом деле Еще не начинал Сегодняшняя Тема Называется Настоящее Христианство Или Сердце Христа И Хочу Вам Сегодня Вот Для начала Одну Историю Такую Рассказать Прочитать Про Дого Человека Я За Свои Там 16 17 Лет Христианской Жизни Сказал бы Что Не слышал Ни одной Проповеди Ну Видимо Я Когда-то Слышал Что Вначале Вот Мне Костя Напомнил Человек Действительно Проповед Я Чуть Чуть Слышал Но Я Не Сказал Что Это Проповедь Про Него Мне Кажется Была Какая Дело Даже Не В этом Слышал Я Про Него Или Вы Слышали Или Не Слышали Но Действительно Редкий Персонаж Такой Библии Знаете Мы Привыкли Слышать Проповеди О Давиде О Моисее Павле О Героях Верах Да О Героях Веры Самсон Даниил И так Далее И действительно Вдохновляющие Люди Вдохновляющие Истории Есть Один Тоже Персонаж Такой Который Вот Я Вам Сейчас Его Именно Зову Вот Я Вас Интригую Немножко Да Но Я Вы Так Чего Там Может Быть Интересно Вот Оно Вот Реально Так Я Уже Пробовал Это На Своем Друге Интриговал Интриговал Потом Это Действительно Потому Что Мы Так Мало Про Него Знаем И Однажды Богу Сказал Бог Вот Прям Реально Вот Был Дома И Вспомнил Это И Думаю Бог Почему Вот Он Так Важен Для Почему Он Так Такую роль Занимает Почему Я Ничего Не Знаю О Нем Почему Так Мало О Нем Что Что Он Так Сделал Почему Вот Он Так Важную Роль Я Скажу Какой Он Важную Роль Играет И Бог Начал Мне Открывать Как То Постепенно Я Начал Просто Думать 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 И Получилась Вот Целая История Действительная Я Просто На самом деле Понял Многие Вещи Я Думаю Вы Сегодня Тоже Коснетесь Я Уверен Вы Поймете О чем Я Говорю Зовут Его Иуда Не Искариот Еще Хуже Один Не Очень Популярный А Второго Многие Вот Я Сказал Искариот И Многие Люди Могут Подумать А Вообще Кто Такой Иуда Не Искариот Знаете Да Или Нет Аминь Да Есть Еще Как Минимум Два Кто Там Еще А Письмо Который Писал Да Я Прав Никакой Реакции На Этого Персонажа У вас Не Возникло Правильно Иуда Все Что Мы Знаем Что Иисус Из Его Колено Аминь Вот Просто Представьте Вот Единственное Что Я Спросил Бог Бог Почему Ты Выбрал Иуду Чтобы Быть Из Его Колено Что Он Такого Сделал Как Он Тебе Что Ты Хочешь Через Это Нам Сказать Почему Иногда Мы Не Видим На самом Дель Настоящих Вещей Просто Мы В своем Христианстве Иногда Не Видим Настоящих Вещей Знаете Потому Что На самом Деле Сердце Оно Спрятано Часто Сердце Оно Находится Внутри Сердце Иногда Даже Человеческого Никто Не Знает Ты Можешь Быть С Лица Один Человек Там Тебя По Одному Успринимают По Другому Но В Сердце Даже Ты Иногда Можешь Не Знать Кто Ты И Вот Поэтому Я Хочу Так Вот Назвать Эту И Поэтому Я Так Проповедь Назвал Настоящее Христианство Или Сердце Христа Потому Что 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 Здесь Есть И Я Думал Что Здесь Есть Первое Что Мы Знаем Что Иуда Мы Можем Сказать Тогда И Его Имя Хвала Переводится И Некоторые Вот Все Хвала Хвала Аллилуйя Все Что Почему Он Иисус Из Его Колено Потому Что Хвала Мало Информации Правильно И Так Интересно Вы Знаете Какой По счету Иуда Был Рожден Не Первый Не Второй Даже Даже Не Третий Потому Что Да Мы Знаем Бог Троицу Любит Правильно И Даже Не Самый Младший Потому Что Часто Бывает Все Наоборот Представьте Просто Четвертый Вот Тупо Четвертый И Родился И Все Никаких Привязок Какому То Божественному Числу Такому Совершенному Нет Вот Как У Нас С Вами Правильно Вы Не Такой Человек Я Всегда Жил И Я Понимал Что Я Совершенно Обычный Простой Человек Если Кого то Показывают С кем то Что то Происходит По телевизору Или еще Как то А я Обычный И Это То Что Нас Объединяет С Иудой Уже Как Минимум Понимаете И Давайте Я Вам Немножко Про Него Расскажу И Вот Ну Так Сразу Немножко Как Отступление Что Я Буду Говорить Про Иосифа Тоже Да Мы Все Знаем Вообще Эту Историю Немножко Да Вот Вадим Про Нее Говорил То Что Вот Это Вот Такая Душесчипательная История С Иосифом Которого Братья Продали В рабство И Который Поднялся Там В Египте До Просто Уровня Фараона И Просто Потом Был Благословением Для Всей Своей Семьи И вы знаете Вот мы Читаем Часто Эту Историю Как Историю Иосифа Все Что Мы Читаем Про Эту Историю Потому Что Иосиф Занимает Действительно Первое Место Но Вы Знаете Что Иосиф Отец Даже Не Благословил Знаете Он Благословил Двух Его Детей Я Сегодня Может Быть Такие Немножко Такие Вещи Скажу Про Иосифа Поэтому Я бы хотел Чтобы Вы Это Воспринимали В контексте Этой Прополи Потому Что Ну Как Да Мне Нужно Я Немножко Буду Смещать Фокус Нашего Сознания И Вот Этого Героя Иосифа Немножко В другую Сторон С другой Стороны Посмотрю Поэтому Кто Переживает За Иосифа Вы Меня Простите Сразу Вы Знаете Я Потому Что Сам Я Пришел В Центр Когда Многие Ребята У нас Показали Фильм Я Может Был Там Месяц Вот Не Было Ребят Рядом Я Был Плакал Так Я Хотел Стать Иосифом Вообще Так Вот Приятная История Вот Просто Такие Трудности Вначале Так Все Сложно Но Так Красиво Вообще Правильно Такая Концовка Просто Супер И Вот Часто Даже Представление Нашей Крестьянской Жизни Оно Больше Вот Знаете Вокруг Иосифа Как Мы Хотим Вот Так Из Грязи И Князей Желательно Побыстрее Но Даже Если Не Побыстрее То Все Равно Правильно Но На самом Деле Не Многие Могут Этим Похвастаться Все Так Обычно Как То Обыденно Идет И Нашей Жизни И Нет Таких Проблем И Нас Действительно Никуда Не Сажают Там Братья Нас Не Продают Там Поэтому Часто Вот Эта Вот История Она Больше Не Про Нас На Сам Дель И Поэтому Я Хотел Вот Эту Историю Немножко Посмотреть Как На Историю Иуды Обычного Человека Четвертого Сына Такого Да Просто Вот Человека Из Множества Можно Сказать Из Где Знаете Или Нет Историю Немножко Когда Пошел Этот Молодой Иосиф Относить Еду Братьям Проведать Их А братья Его Уже Прям Вот Возненавидели Он Стучал Папе На Них Что Они Там Плохо Делают Такой Был Пионер Такой Правильный Такой Очень Ответственный Очень Такой Молодой И Вдобавок Еще Сны У него Эти Были Его То Что Внизу Тут Я Один И Они Действительно Возненавидели Повод Был Живые Люди Почему И Не Возненавидеть А еще Одежду Ему Самую Лучшую Там Папа Отдал И Вот Они Действительно Так Нагрелись Очень Сильно На Него И Вот Они Увидели Что Он Идет Уже Все Вон Он Идет Сновидев Давай Его Убьем Вообще Просто Убьем И Он Говорит Не 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 Что Отцу Скажем Как Это Так Вообще Неправильно Да Вот Такой Голосок Подал Его Никто Не Послушал Ну Тоже Тоже Можно Посмотреть Вот Почему Вот Как Он Толком Даже Не Поборолся За Осипа Он Просто Переживал За Себя Потому Что Он Был Ответственный Потому Что С него Был Спрос Он Был Первый Брат И Он Просто За Это Переживал А так На самом деле Он Скорее Всего Тоже Был Не Против Чтобы И И Осип Сделать Что То Нехорошее И Вот И Уда Первый Раз У нас Там Возникает Он Говорит А давайте Продадим Что Толку Нам Его Убивать Давайте Продадим В рабство И Что Я Тут Вижу Первый Такой Об Иуде Кто Он Был Сообразительный Такой Человек То Есть И Он Говорит Что Ну Давайте Продадим Что Толку И Кровь На Наших Руках Не Будем И Денежки Еще Поиме И Все Как Согласились Нормальные Идеи Я Вижу И Он Был Такой Коммерс Подача Идеи Слушали Его Братья Периодически Мысль Возникла Убедил На самом деле И Они Как бы Послушались И Все Нормально Прошло То 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 Он Такой Уже Инициативный Был Человек И Не То Чтобы Он За Иосифа Переживал О Себе Переживал Чтобы Греха Большого Не Сделать Такого Чтобы Не Убить Брата И Не Хотел Чтобы Действительно С Иосифом Все Хорошо Чтобы Он К отцу Вернулся Он Понимал Сейчас Там Еще Рувим Не Было Он Куда Отошел Видимо Потому Что Когда Вернулся Они Уже Продали Написано Вы Чего Продали То И Он Тоже Понимал Что Сейчас Придет Рувим Еще Убедит Братьев Чтобы Чтобы Действительно Его Назад К отцу Вернуть Поэтому Он Как Был Я Не Хочу Ни Хорошим Ни Плохим Делать Понимаете Да Я Пришли К отцу Знаете Пришли К отцу Они Не Ожидали Что Реакция Будет Так Они Думали Вот Это Игрушечки Все На самом Деле Что Это Сейчас Там Все Нормально Отец Забудет А Написано Что Отец Его Утешали Но Отец Не Принимал Утешение Просто Не Утешался И Все Просто Был Шоке Потому Что Они Принесли Одежды Окровавленные Вот Родные И Все И Время Пошло И Вот Знаете В Библии Там Сразу История С Иосифом Дальше Пошла И мы Так Вот Не Замечаем На Самом Деле Знаете Там Быстро Написано И Все Но В Библии Очень Много Между Строк Представьте Как Пошло Время У них В семье Рост Какова Атмосфера У них В семье Можете Представить Отец Который Не Утешается Который Винит Их Что Они Не Досмотрели Эти Которые Все Знают И Переглядываются И они Грубо говоря Вот Просто Живут В такой Атмосфере Они Понимают Что Они Натворили Они Тогда Еще Не Понимали Что Они Натворили На Самом Деле Насколько Большое Горе Просто Их Всех Это Коснулось Сказать Ничего Не Могут Изменить Которая Идет Про Иуд Там Написано Что Иуда Отошел От них И жил Отдельно У него Был Друг Аделанамитянин Какой-то Говорит Поселился Рядом С другом Недалеко От своих Отошел То есть Иуд Он Он Понял Что Атмосфера Не очень Дома Что Лучше В глаза Всем Тут Не смотреть За ужином С ними Не сидеть На самом деле Потому что Ну Понимаете Нет Это Живой Человек Если мы думаем Что вот Они продали Им так Вот Стало Хорошо Нет Понимаете Им было Не легче Не труднее Чем Самому Иосифу Там У Иосифа Там Все Быстро Начинало Налаживаться У него Сразу Хлоп Хлоп Все Хорошо Пошло Он Тут Пострадал А Ад Настоящий Был У них Дома В Душах Их Понимаете И Вот Иуда Мы Читаем Про Него Он Отходит От Своей Семьи Живет Где-то Отдельно То есть И мы Видим Вот Он Такой Видимо Парень Был Компанейский Другам У него Мы Увидим В Истории Там Еще Раз Он Там Одной Ну Грубо говоря Блудницей Будет Пытаться Там Деньги Заплатить И Иуда Его Попросит Да Давайте Прочитаем Это Просто Чтобы Это Были Не Мои Слова Это Глава 38 Бытие Я Прям Быстренько Ее Прочитаю Вам В то В то Время Иуда Отошел От Братьев Своих И Поселился Близ Одного Адаламитянина Которому Имя Хира И Увидел Там Иуда Дочь Одного Хананьянина Которому Имя Шуа И Взял Ее И Вошел К ней Она Зачела И Родила Сына И Он Нарек Ему Имя Ир И Зачела Опять И Родила Сына И Нарекла Ему Имя О Он И Еще Родила Сына И Нарекла Ему Имя Шела И Уда Был В Хизиве Когда Она Родила Его И Взял Иуда Жену Иру Первенцу Своему Имя Ей Фомар Ир Первенец Иудин Был Неубуден Пред Очами Господа И Умертвил Его Господь И Сказал Иуда Он Войди К жене Брата Твоего Брата Своего Изливал На Землю Чтобы Не Дать Семени Брату Своему Зло Было Пред Очами Господа То Что Он Делал И Он Умертвил И Его И Сказал Иуда Фомар Невестке Своей Живи Вдовую В доме Отца Твоего Пока Подрастет Шела Сын Мой Ибо Он Сказал Не Умер Бы И Он Подобно Братьям Его Фомар Пошла И Стала Жить В Доме Отца Своего Прошло Много Времени И Умерла Дочь Шуи Жена Иудина Иуда Утешившийся Пошел Фомну Стрягущим Скот Его Сам Ихира Труп Его Адоломитянин И Уведомили Фомар Говоря Вот Свекор Твой Идет Фомну Стричь Скот Свой И Сняла Она Себя Одежду Вдовства Своего Покрыла Себя У ворот Енаима Что На Дороге Фомну Ибо Видела Что Шела Вырос И Она Не Дана Ему Жену И Увидел Ее Иуда И Почел Ее Заблудницу Потому Что Она Закрыла Лицо Своё Он Поворот К ней И Сказал Войду Я К тебе Ибо Не Знал Что Это Невестка Его Она Сказал Что Ты Даш Мне Если Печать Твою И Перевиз Твою И Трось Твою Которая В руке Твоей И Дал Он Ей Вошел К ней И Она Зачела От Него И Став Пошла Сняла Себя Покрывало Своё И Оделась В одежду В доста Своего Иуда Жи Послал Козленка Через Друга Своего Адоломитянина Чтобы Взять Залог Из Руки Женщины Но Он Я Не Нашел Ее Да И Жители Место Того Сказали Здесь Не Было Блудницы Иуда Сказал Пусть Только Она Возьмет Себе Пусть Она Возьмет Себе Чтобы Только Не Стали Над Нами Смеяться Вот Я Посылал Этого Козленка Но Ты Не Нашел Ее Прошло Около Трех Месяцев И Сказали Иуде Говоря Фомарь Невестка Твоя Впала Вблуд И Вот Она Беременна От Блуда Иуда Сказал Выведите Ее И Пусть Она Будет Сожжена Но Когда Повели Ее Она Послала Сказать Свекру Своему Я Беременна От Того Чьи Эти Вещи И Сказала Узнавай Чья Это Печать И Перевесть И Трость Иуда Узнал И Сказал Она Правее Меня Потому Что Я Не Дал Ее Шеле Сыну Моего И Не Познавал Ее Более Ну Ладно Дальше Там Она Детей Потом Родила Как Вам История Вот Иногда Даже Не Замечаем Иногда Что Что Написано На самом Деле Целая Грубо говоря Интриги Такая Вот Можно Прям Санта Барбара Да Какой То Сериаль Такой Снять И Что Мы Видим Здесь Основное Что Иуда Начинает Жить Отдельно Я Еще Раз Хочу Подчеркнуть Эту Атмосферу В доме Отца Что На самом Деле Отец Не Утешился То Время Его Не Излечило Он Так Же Горевал И Просто Он Был В сокрушении На самом деле И Все Дети Были Вынуждены Это Все Видеть Просто Представляете Видеть Отца Знать Что Ты Надел И Видеть Все Время Отца Вот В этом Состоянии Иуда Свалил От этого Просто Чтоб Не Видеть Чтоб Не Думать Ну И Начинают Происходить Очень Такие Вещи Страшные Да У него Умирает Один Сын Увид Умирает Сын То Мы Видим Что Здесь Сейчас Написано Он Был Не Угоден В Глазах Господа За Что То Свое И Прекрасно Понимает Почему Умер Сын Правильно Он Понимает Почему Что Что Рука Божья Она Настигает Его Хорошо Умер Один Сын Ладно Он Все Старается Сделать Правильно Опять Выдает Эту Невесту За Другого Сына И Умирает Второй Сын Представьте Одного Сына Потерять Умирает Второй Сын То Вот Атмосфера Тоже Да И Вы Понимаете Что Он Понимает Что И Отец Знает И Братья Знают Да И Все На Это Смотрят Он На Виду На Сам Деле И У Братьев Никто Не Умирает А У Него Умирает И Просто Я К тому Что Как Жил Иудар Мог Ли Бога Искать В Это Время А Может Мог Как То Да Ну Потому Что Вы Знаете Даже Мы Сделав Какие-то Вещи Час Мы Можем Бога Искать На Сам Деле Бог Как До Конца Не Отворачивая Он Ищущим Обращает Своё Лицо И Все Равно Может Быть Чуть Религиозно Нерелигиозно Но Он Понимает Мы Сейчас Говорим О Народе Израиля О Патриархах Грубо говоря Мы Должны Говорить О Людях Верующих Правильно То Я Надеюсь Каждый Из Нас Братьев Рабство Не Продавали Но Часто Жизненные Ситуации Они Бывают Похожи На самом Деле Что Не Все Так Гладко В Наших Жизнях Не Все Так Хорошо Происходит Не Все Так Ровно Идут Какие-то Потери И Они Не Безосновательные Эти Потери И Иуда Должен Отдать Этого Своего Сына За Эту Невестку Должен Отдать И У Него Простреливает Мысль А может Не у Меня Проблема Может Это У Нее Проблема Почему Они Умирают И Он Так Вот Хитрит Придерживает Вот Эту Ситуацию Поступает Как Б Неправильно У Него Жена Умирает Не Только Дети Написано Жена У Него Еще Умерла Умерла Жена И Что Он Дехать С С Блудницей Встречается Где-то Вы Знаете Что Это Ну Что В Прошлом Веке Что В Этом Да Примерно Одно И Тоже То О чем Я Хочу Говорить То Представляете Мы Пытаемся Говорить Про Иуду Я Портрет Рисую Что Это За Человек На Сам Деле Человек С Хорошим Багажом Таким Настоящим Багажом И С Прошлым И Настоящим И Друган У Него Адалон Митянин Знаете Я Только Сегодня Перечитывал Эту Историю Специально Обновлял Файлы И Друга Еще Увидел Знаете То Есть Из Мира Такой Хороший Друган Может Они На Дискотеке Наверняка Вместе Ходили И Вот В Это Заведение Наверное Может Не Один Туда Зашел И Поселился Он Специально Рядом С На самом Деле Что Мы Понимаем Что Часто Нам Нечем Похвалиться В своей Христианской Жизни И Вообще Просто В своей Жизни Нашими Какими-то Увлечениями Особенными И У него Все Это Есть Ну Вот Ничего Нравится Здесь Когда Фомарь Приходит И Приносит Ему Все Это Как Есть И Иуда Не Стал От Этого Отворачиваться Он Говорит Она Правее Меня Я Был Неправ Что Я Так Сделал И Он Грубо говоря Весь Этот Позор Который Он Натворил Что Дети Тут Умерли Он Не Дал Третьему Сыну Жены И В итоге Оказалось Ему Сказали Там Фомарь Понесла Он Ее Убить Должен был То Ее Должны Были Камнями Забить Или Сжечь Потому Что По Законам Все Он Думал Хорошо И Вдруг Она Ему Говорит И Вот Представьте Просто Ситуация Какая Ему Глаза Все Открывается И Что Ты Будешь Делать Естественно И Братья Узнали Все И Отец Узнал И Все Узнали Об Эм Позоре Но Иуда Все Ну Что Натворил Натворил Все Признаю Ничего Не Написано Каюсь Не Каюсь Но Признал И Нормально То Мне Уже Он Начинает Здесь Нравиться До Этого Не За Что А Здесь Уже Начинает Нравиться То Есть Он Как Б Такой По Мужски Уже По Взрослому Что Уже Ну И На самом Деле Ситуация Такая Понимаете Ему Все Равно Что Про Него Думаю Как Про Него Говорят Он Все Понимает Еще Опять Мы Вспомним Что Иосифа Продали Дети Умерли Жена Умерла Живет По Мирски Ходит По Ночным Заведениям Грубо говоря Что Только Не Делает И Вы Представляете Бог Выбирает Такого Человека Для Того Чтобы Иисуса Взять Из Его Колен Может Быть Бог Пошутил Просто Но На этом История Не Заканчивается И Мы Знаем Да Дальше Что Голод Нет Наступает Голод Очень Сильный Голод Очень Серьезные Проблемы Еще Серьезнее Чем Умерли Дети И Умерла Жена И Все Что Он Натворил Реальный Голод Просто Мор И Вы Понимаете Мы Не Жили Никогда Нам Нечем Сравнить Но У них Совершенно Все Ясно Если Так Будет Продолжаться То Мы По Любому Все Умрем Просто И Голод Начинается И Что Происходит Отец Посылает И В Египет Плаца Откровения Что Египте Услышал Он Что Есть Хлеб Есть Зерно Запасли Они Идут Туда В Египет Знаем Мы Эту Историю Что Уже Дальше Происходило Мы Ее Читали Как Историю Иосифа Сейчас Мы Разворачиваем С Историей Иуды Смотрим Его Глазами Иосиф Иосиф Их Видит Узнает И Начинает Им Строить Козни Обвиняет Их В том Что Они Сагаледатай И Говорит То Что Если Вы Не Докажете Что Вы Сагаледатай И Не Приведете Своего Младшего Брата Который Как Вы Говорите У Остался Там А Он Знал Младшего Брата Единственный Младший Брат Как Действительно Просто Хочет Общаться И Все Я Хочу Сказать Вам Что На самом Деле Сразу Что Мое Мнение Что Иосиф Не Собирался Открываться Брать Не Знаю Можно Думать Так Можно Думать Иначе Но Я Считаю По Развитию Всей Этой Иосиф Похоже Не Собирался Открываться Брать Он Хотел Их Реально Наказать Он Хотел Видеть Их Он Мог Сразу Брать Туда Сюда Вы Плохие Но Я Люблю Вас Где Мой Отец Правильно Где Мой Отец Я Хочу С Отцом Общаться Он Ничего Этого Не Сказал Он Их Начал Закручивать И закручивать Эти гайки Очень Жестко Забирает У них Сына Это Мы Уже Сейчас На Эту Историю Так Смотрим Так Легко Что Иосиф Проверял У них Все Было Жестко У них Дома Голод А Этот Злой Египтянин Самый Главный Забрал У них Брат И Говорит Если Не Приведете Вениамина Вообще Не Приходите Больше Я Вам Не Верю Вы Соглядатай Они Приходят И Они Приходят К Отцу И Рассказывают Ему Все Это И Отец Вообще В шоке И Тут Есть Интересный Момент Про Рувим Знаете Он Тоже 42 Глава Бытие 37 Стих Рувим Если Вы Помните Это Старший Брат Да Это Тот Который Был Лидером На Тот Момент Тот Который Водил Этих Братьев В Египет За Зерно Которым Отец Скал Ты Старший Иди И Все Сделай Потому Что Просто Ты Старший И Вот Они Пришли И Сказали Отцу И Вот 36 На Стихе Написано И Сказал Имяков Отец Вы Лишили Меня Детей И И Осипа Нет И Симеона Нет И Вениамина Хотите Взять Все Это На Меня И Сказал Рувим Отцу Своему Говорят Убей Двух Моих Сыновей Если Я Не Приведу Его К Тебе Отдай Его На Мои Руки Я Возвращу Его Тебе Он Сказал Не Пойдет Сын Мой С вами Потому Что Брат Его Умер И Он Один Остался Если Случится С ним Несчастье На пути В который Вы Пойдете То Сведете Вы Седину Мою Печалью Во Гроб Представляете Что Говорит Рувим Он Пытается Уговорить Отца Но Что Он Говорит Убей Двух Моих Сыновей Двух Своих Внуков Убей Глупость И Вот Знаете Вот Иногда Наши Отношения С Богом Они Вот На Такую Глупость Похожи Мы Иногда Думаем Что Богу Нужна Какая Жертва От Тебя Чтобы Ты Понимаете Это Как Просто Такое Представление Я Хочу Рувим Сравнить С Нашей Религиозностью С Нашим Первенцем Таким Знаете Как У Авраама Был Первенец Измаил Измаил Который Был Рожден От Рабыни По Плоте То 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 Кто Первый Родился Тот Кто Должен Что Понимать Но На самом деле Часто Это Наше Первое Понимание Наши Отношения С Богом Такие По Закону На самом Деле То Как Жертву Принести Отцу Убей Двух Моек Что За Бред Вообще Правиль Или Нет Деду Говорить Убей Двух Моих Мног Нашел Причину Говорить Вы Конечно Говорить Никуда Не Пойдете Вообще Понимаете Вы Вот так Думаете Как будто Это С нами Никак Не Связано Понимаете Я То Что Хочу Вам Сказать Что Это На самом деле Очень Очень Сильно Часто Связано С Что Наше Сердце Оно Даже Часто Больше Такое Что Мы Думаем Бога Как-то Вот Нужно Вот Ему От Нас Что Нужно Руку Мою Возьми Я Не Знаю Глаза Бред Какой Правильно Что Такое Религиозное Такое Сильное Жертвы Какие Не Работает Это Дальше Читаем Сор Третья Глава Вначале Голод Усилился На земле Да То Время Пошло Отец Их Не Пустил И они Все Голодают И голод Еще Усилился Представляете Да И вот Тут Иуда Встает И вот Тут Начинается Как С Этим Кенот Фридом Помните Как Как Он Называется Храброе Сердце Храброе Сердце Герой На самом деле Иуда Не Герой И И вот Этим Он Не Близок И Дорог На самом деле Что Иуда Не Герой Что Иуда Обычный Но Просто Иуда Понял Что И вот Голод Усилился И Иуда И Иуда Приходит К Отцу И Просто Что Делает Просто Уговаривает Отца Что Надо Ити Что Надо Ити И Сказал Иуда Говорят Тот Человек И И И И И И И И Сказал Ему Иуда вашего не будет понимаете да и вот проявлять такую настойчивость по отношению к отсюда не просто вот послушался он сказал отец надо сделать вот так вот так то есть да отец им гопедите он говорит если дашь сына то пойдем если не дашь не пойдем и ставит вопрос даже достаточно жестко да понятно папа грусти да понятно папа сердце разрушена но и что теперь нужно что-то делать и вот тут не начинает правиться и вот он просто начинает делать он просто начинает говорить он просто начинает убеждать отца и он доводит отца именно до такого состояния что отец соглашается просто соглашается отпускает вениамина и иуда там говорит то что пусти отрока со мной мы встанем и пойдем и живы будем и не умрем и мы и ты и дети наши я отвечаю за него из моих рук потребуешь его если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим то останусь я виновным пред тобой во все дни жизнь жизни если бы мы не медлили то уже сходили бы два раза то есть что мы видим здесь иуда берет ответственность на себя не предлагает своих детей уже да и он начинает просто убеждать отца и говорит то что нужно сделать так и так и мы все сделаем отец не переживай и вы знаете вроде как просто слова на самом деле и и просто вот убеждает но не но не просто убеждает он получает необходимый результат отец отпускает и вы знаете вот этого нам часто в жизни просто не хватает знаете мы так много говорим людям иногда даже о христе говорим иногда говорим что нужно сделать но что-то не хватает в наших словах не хватает вот эту убедительности не хватает вот этого результата все как бы вот играемся во что-то да все как-то вот больше на сказку похоже но иуда делает конкретное дело уговаривает убеждает отца для того чтобы тот отпустил его они идут и вот вы представляете они идут я думал вот как иуда мог надеяться вообще на успех дети умер иосифа продали он понимает что рука божья просто вот гнетет и и все хуже и хуже голод идет до жена умерла таких вещей натворил вот писать как человеку надеяться на успех но он идет вот реально да никак вот если к чему-то привязываться здесь к земному так каким-то своим качеством не как но у него было одно понимание он видел как страдает отец он понимал что всем просто кирдык если они не пойдут он все это понимал и просто вот это был его единственный мотив настоящий мотив и он это видел поймете он видел вы знаете что мы как христиане мы знаем что люди они идут в ад вот мы просто это вот мы знаем и почему мы не можем убедить их почему мы не можем их убедить где наше вот вот эта настойчивость иудина где наше вот это вот сердце где наше вот это вот понимание христианское на самом деле что люди идут в ад и я сейчас вам не говорю только о тех людях которые никогда не слышали о христе многие люди идут в ад которые много раз слышали о христе и мы сейчас больше обращаемся Даже к этим людям на самом деле Которые знают, которые слышали Но которые вот в отдалении И уже думают, что все закончилось Которые наши Понимаете? И Иуда он не спасал чужих каких-то Иуда понял, что надо спасать своих Он думал, прежде чем это все сказать И у него получилось И он идет И они приходят И вы знаете, что происходит? Ужасный сон Иуды сбывается Самый худший сценарий просто идет Вы представляете? Знаете вы это, нет? Он приходит Они думают сейчас Все, все, надеется, что должно получиться И что происходит? У Вениамина находят украденную чашку И говорят, что он останется А вы все уйдете Просто Вы представляете, что происходит? И вот Многие бы просто повесили голову И ушли бы просто Или там пошли бы И закончили жизнь просто Но Иуда цепляется И вот Иуда мне нравится Давайте я сейчас буду читать Этот момент, где он разговаривал с Иосифом И пришли Иуда и братья его В дом Иосифа Который был еще дома И пали пред ним на землю Вот как чашку Иосиф сказал им Что это вы сделали? Разве вы не знали Что такой человек, как я Конечно угадает Да, у кого там будет Иуда сказал Что нам сказать Господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду Рабов твоих Вот мы рабы Господину нашему И мы И тот В чьих руках Нашлась чаша Но Иосиф сказал Нет Я этого не сделаю Тот в чьих руках Нашлась чаша Будет мне рабом А вы пойдете с миром К отцу вашему Ужас, нет? Вот просто Просто ужас То, что вот Просто представить И он понимает Что вот оно Все Вот оно, да? И это то, что они заслужили И там был такой момент Когда они еще первый раз Шли из Египта Когда Иосиф забрал Симеона Они говорили Бог нас наказывает Бог нас наказывает Иосиф Они все это понимали Они все это ощущали Они понимали Откуда ветер дует И за что им это все И принимали это все, да? И вот Могло все так закончиться На самом деле И вот поэтому Я и хочу говорить Об Иуде Сегодня Что Иуда явился Вот этой ниткой Вот этим вот мостом Вот этим человеком Который просто Вцепился в того же Иосифа В тот момент Давайте прочитаем Но Иосиф сказал Нет, я этого не сделаю, да? И подошел Иуда к нему И сказал Господин мой Позволь рабу твоему Сказать слово В уши горь Господина моего И не прогневайся На раба твоего Ибо ты тоже Что фараон Господин мой Спрашивал рабов своих Говоря Есть ли у вас Отец или брат? Мы сказали Господину нашему Что у нас есть Отец престарелый И младший сын Сын старости Которого брат умер И он остался один От матери своей И отец любит его Ты же сказал Рабам твоим Приведите его ко мне Чтобы мне взглянуть на него И мы сказали Господину нашему Отрак не может Оставить отца своего И если он оставит Отца своего То сей умрет Но ты сказал Рабам твоим Если не придет с вами Меньший брат ваш То вы более не являетесь Ко мне на лицо Когда мы пришли К рабу твоему Отцу нашему То пересказали ему Слова господина И сказал Отец наш Пойдите опять Купите нам Немного пищи Мы сказали Нельзя нам идти А если будет с нами Меньший брат На что пойдем Потому что нельзя нам Видеть лица От того человека Если не будет с нами Меньшего брата нашего И сказал нам Раб твой Отец наш Вы знаете Что жена моя Родила мне двух сынов Один пошел от меня И я сказал Верно Он растерзан И я не видел его До ныне Если из его Возьмете То от глаз Моих И случится с ним Несчастье То сведете вы Седину Моя с горстью Во гроб Теперь если я Приду к рабу Твоему отцу Нашему И не будет с нами Отрак С душой У которого Связана душа Его То он увидит Что нет Отрака Умрет И сведут Рабы твои Седину Раба твоего Отца нашего С печалью Во гроб Притом Убил всех Расплакался И сокрушил Были бы Проблемы Сегодняшняя проповедь Называется Сердце Христа Настоящее христианство И вот для меня Вот это настоящее христианство Оно именно и заключается В том Серьезном отношении В том понимании Кто мы Где мы Для чего мы Что мы можем сделать По настоящему Способлены мы Взять на себя Ответственность И сказать Вот я Помните У пророка Исаии написано Кто пойдет за нас Это было после того Как Бог очистил Его уста Он говорит Вот я Я пойду И на самом деле Бог ищет сейчас людей Я просто вот хочу Ко всем из вас Обращаться И на самом деле Ищет Таких людей Которые просто У которых сердце Самое главное Понимаете Некоторые говорят Там что-то Некоторые пытаются Некоторые пробуют Быть христианами Пытаются играть В христианами Но те которые Действительно Готовы взять На себя ответственность Взять на себя ответственность Чтобы убедить Других людей Чтобы просто Не просто Мы сказали И ладно Проблема в том Что нужно убедить Проблема в том Что нужно Как-то достучаться И это Иногда не хватает Просто вот Один раз попробовать И это нельзя сделать Как в виде Какого-то Жертвоприношения И вот эти иллюзии О том Что христианство Это быть Чистеньким Беленьким И ходить Дотрагиваться Возлагать руки На больных И стелять Воскрешать Может быть Да Это У Христа Это было И я знаю Что это есть И работает На самом деле Но иногда Вот наше представление О том Что мы должны Сначала Сначала Стать чистыми Сначала Стать Небесной Какой-то правильности И только после этого Мы что-то можем делать Сегодняшняя ситуация Просто говорит О противоположном Все что пережил Иуда Все что он нес Он все это знал Это все был он Весь этот опыт У него не было Права верить Просто Что Бог Может Его благословить Никакого Человеческого права У него не было Кроме одного мотива Он любил Отца Понимаете И он пережил Эту потерю детей Он понимал Что такое Все это Он все это прошел У него был мотив На самом деле Часто просто Вот нашему христианству Нашей вере Нашему движению Просто мотива не хватает Мы не понимаем На самом деле В чем христианство Мы думаем Что христианство Это вот Иосиф Это сложно И ты все правильно сделал И Бог тебя поднял И ты На небесах Настоящее христианство Это Иуда Это Бог доказывает Это ответ Бога Просто вот Почему Иуда В чем Иуда Где Иуда В ответственности В сердце В понимании Что если не делать ничего То никто ничего и делать не будет Было 12 там Или сколько их И никто не мог Встать как Иуда И Иуде Это не больно Хотелось вставать Мы иногда думаем Что быть христианином Это все время Вот все хотеть Желать Гореть И все так хорошо Нет Для меня Иуда Это проповедник Это настоящий проповедник Бог ждет Настоящих проповедников Просто настоящих проповедников Которые бы смогли убедить людей Не которые бы что-то рассказывали Приукрашивали А которые просто вот пришли И сказали Вот как оно все обстоит С внутренним сердцем И понимаете Люди не могут Отреагировать по-другому И Иосиф У него ничего не осталось Он просто сокрушил сердце Иосифа Он просто дотронулся до этой глубины Он просто рассказал все как есть И поэтому отец благословляет Иуду Я вам хочу прочитать Как отец благословляет Иуду 49-е бытие 8-й стих Иуда Он там разных благословляет Но всегда всем что-то говорит Например, Логовиму говорит Первенец, мой ты крепость моя Начаток силы моей Вверх достоинства и вверх могущества Но ты пушевал как вода Не будешь преимуществовать Ибо ты взошел на ложе отца твоего И так далее И вы представляете Иуда Мы сейчас только что еще раз Вспомните, что он творил Кто он был Какой он был И он этим и остался И всем этим тоже остался Понимаете Он говорит Иуда Тебя восхвалят братья твои Рука твоя на хребте Врагов твоих Поклонятся тебе сыны отца твоего Молодой лев Иуда С добычей сын мой поднимается Преклонился он Лег как лев И как львица Кто поднимет его Не отойдет скипетр Скипетр от Иуды И законодатель от чресла его Доколе не придет Примиритель И ему покорность народа Он привязывает к виноградной лозе Осленка своего И к лозе лучшего винограда Сына ослица своей Моет в вине одежду свою И в крови гроздов одеяние свое Блестящие очи его от вина И белые зубы от молока Аминь Такое благословение просто Ты лев Ты как львица Кто поднимет Не отойдет скипетр От Иуды Просто вот Отец Благодарен Иуде Вы представляете Я вот так вот подумал Отец не благословил Иосифа Отец благословил его детей Потому что Иосиф был уже для него похоронен Он уже потерял его как сына Да он приобрел все что он приобрел потом Но сына он уже потерял Это уже был не тот Иосиф на самом деле И я вот так вот думаю То что на самом деле отец он не глупый Отца не проведешь И не просто так он это не сделал Он просто понял что на самом деле вот Ну кто здесь молодец во всей этой истории И вы представляете Вот когда отцу это все открылось Он же понял что это они продали И сына продали И все это из-за них И все это так Но он человек Божий Он смог это все принять Он все это смог понять И не возненавидит своих детей Не возненавидит жизнь Понять на самом деле Весь этот промысел Божий И тоже опять же увидеть все эти мотивы И понять кто такой Иосиф на самом деле Что вот этот вот момент Иосифу просто вот подумайте Почему Иосиф не думал об отце Он наказывал братьев Он хрестал их Он имел право это делать Почему Иосиф так безразлично отнесся к отцу Просто задумайтесь Задумайтесь Это вот и говорит о том Какое христианство мы хотим иметь на самом деле Что мы понимаем под словом христианства Вот этот вот успех Который был у Иосифа На самом деле Иосиф Может быть как бы вот герой Красивая картинка Но Иосиф он был такой сам по натуре Все что он сделал В этой истории Это были качества данные ему от Бога У него была мудрость от Бога Чтобы так поступать Он так поступал Не потому что Вот какая-то у него там сильная борьба была Он понимал что Бог его благословит За это За эти поступки Поэтому он так поступал Не спал там С этой женой Патифара И через это все прошел Была мудрость ему И дары у него были И сны он видел Да Но когда пришло время И когда пришла эта встреча с отцом Вы представляете По идее он мог бы даже Не дожидаться ведь братьев Ведь такой умный человек Как Иосиф Он наверняка знал что там голод Что там все плохо Но ему уже было все равно Он не любил братьев уже Но почему он не любил отца Почему он так отнесся к отцу Поэтому насколько мы вот Понимаем сердце Бога Сердце Иисуса Христа То что Почему пошел Иисус Почему пошел Иисус на то что он пошел Потому что он видел что отец несчастный Он тоже видел и понимал Что отец несчастный Бог несчастлив без нас Все мы думаем Да Бог это радость Бог это совершенство Но Он как тот отец У которого есть Потерянные и пропавшие дети Нам нужно разобраться во многом Нам нужно настроить свои сердца Просто на правильное понимание Что такое христианство Где такое Где христианство Что оно не в сказке Что оно вот не В чудесах и знамениях только А оно действительно В настоящем мотиве сердца И Бог это благословил И Иуду благословил И сказал что Вот из этого колена Иисус будет Сколько у нас времени? Десять Десять? Два Два Я тебе все буду Десять Два Я быстро еще одну историю Можно? Я просто Я понимаю что долго Но Я ее быстро скажу Потому что она как-то заходит в эту тему И не хочется вот это все растягивать Вспомним давайте историю силы и Павла Когда они попадают в тюрьму Помните эту историю? Когда они Лежали Были закованы в цепях И начали искать Бога Славить Бога Молиться И что произошло? Чудо произошло Чудо произошло Цепи упали Да? Двери открылись И мы так любим эту историю Знаете И я говорю Для меня это тоже как олицетворение Вообще Куда мы смотрим как христиане На что мы смотрим? Что вот нам тоже так И мы призываем Давайте Мы Надо искать Бога Независимо от обстоятельств Даже самых сложных И цепи упадут И рухнут И происходит часто И происходит И вы знаете Вот Часто Мы видим только это И все Цепи упали Настроение пришло Проблемы ушли И мы запрыгали Аллилуйя Слава Богу И все Но на этом история не заканчивается В этот момент Когда упали цепи Они еще были в тюрьме На самом деле И это тоже нужно понять Что вот То что упали цепи И произошло землетрясение Никто не освободился На самом деле Никто там не освободился Просто произошло такое Знамение сильное Потрясение такое сильное Что вот Может это вообще параллельно Просто произошло И вдруг прибегает Вот этот вот Тюремный страж Помните Что он делал И он видит Эти двери открытые Что узников не видит И он выхватывает меч И делает И что делает Павел Павел говорит Нет Не делай себе Что я здесь хочу сказать Для меня здесь тоже Вот Просто секрет Христианской жизни нашей Вы представляете Павел И вы представляете Этот Душегуб Начальник тюрьмы Видели в фильмах Какие начальники тюрьмы Нет Обычно Ужасные Наверняка Не один Десяток людей Замученных До смерти На руках этого человека Или решений Да И вы знаете Вот все Кто там был Они все были бы рады Если бы этот человек Зарезал бы себя Все Даже сила Ничего не успел сделать И только один Павел Он был в этот момент Готов Просто в эту секунду Отреагировать На то Что сейчас происходит Он не улетел В эту эйфорию Как все круто Как все хорошо Но он просто понял Что сейчас происходит Что этот человек На самом деле Сейчас вот Уже готов убить себя Из-за своего Просто непонимания Еще ничего не произошло Все на месте На самом деле И вы понимаете Вот мы как христиане Иногда смотрим На это все Вот тоже так Со стороны Сколько вот Часто мы вот Видим людей Которые вот Убивают себя Своими мыслями Своими поступками Своим отношением К жизни Просто вот И мы часто вот Да Вот может быть он там Грешит Или он христианин Упал там Да Или еще что-то И мы Что делаем Упал Сердце Постол Павел сказал Что у взрослых У совершенных Чувства Навыков Приучены К развлечению Добра И зла Вот оно Настоящее христианство Когда Вот оно Взрослое христианство Почему я говорил Сегодня тоже про мясо Потому что на самом деле Вот взрослое христианство Оно в этом различает В этом Заключается Чтобы уметь различить Чтобы уметь Вступиться Вовремя Понять Что вот Еще секунда И все Проблема Я вас не к тому Что вот Знаете Вот все Давайте сейчас Побежим всех спасать Вот когда ситуация происходит Мы должны уметь Реагировать правильно Мы должны понять Действительно Что здесь добро Что здесь зло Потому что на самом деле Добро было Все думали Что добро Это если он убьет себя Потому что он плохой человек был Потому что землетрясение Произошло Давид тоже Ему Бог в пещеру Саулу привел Убивать Он тебя убить хотел Копье в тебя кидал Охотится за тобой Чтобы убить Ты можешь его убить Он говорит Нет Я не могу это сделать Вот оно взрослость Понимаете Вот оно взрослость Когда мы вот действительно Поймем Поймем Своё предназначение И поймем Как реагировать В чём реагировать Когда будет у нас Этот мотив Когда мы сможем Действительно взять Эту ответственность на себя Когда мы вырастем До этого состояния Что сможем Правильно отреагировать И вы понимаете Просто Павел ему просто крикнул Не убивай себя И тот человек Моментально спасён Просто моментально Он получил откровение Что на самом деле Просто вот Что жизнь Всё она на волоске была На самом деле Но Павел успел И вот Для меня Вот эта вот Взрослость Настоящая Христианская Она вот в этой В этой Быстроте реакции Но для этого Нужно готовиться Для этого нужно готовиться Туда нужно смотреть Нужно получать откровение От Бога Нужно расти Нужно расти в Боге Для того чтобы Потом смочь Так сделать Как сделал Павел Сила не сможет Павел закричал Секунда Полсекунды Дело не о секундах Дело В сердце Просто В сердце Что на самом деле Внутри Какие мотивы Если мы найдём Эти мотивы В себе То Богу ничего не останется Как просто Благословить нас Во всем Поэтому Давайте мы Я закончил Я извиняюсь Что так долго Ну вот так история шла Немного это все Остановить Да Я думаю Да Мы даже Уже Продолжение следует...